Яна Катаева Какая такая любовь, у нас же дети! Лучшее, что родители могут сделать для своих детей, это любить друг друга. Вирджиния Сатир Святая наука расслышать друг друга сквозь ветер на все времена. Булат Акуджава Ведение Рубрика «Хэштег бесит муж» Пришел с работы из порога. И чего ты лежишь? Нужно быть активной. Иди мне есть, приготовь. На мои возражения он «Ну и что, я тоже больной? У меня зрение плохое и плоскостопие. Вот сижу и выбираю сковородку, которую запустить ему в голову». Это один из постов в группе для мам в Фейсбуке с популярным тегом «Бесит муж». Рождение детей укрепляет брак? Мне бы очень хотелось, чтобы так было. Чтобы отношения становились нежнее, добрее и теплее. Ведь так и должно быть. С детьми пара становится настоящей семьей, правда? Но работа семейного консультанта не оставляет иллюзий. Гораздо чаще отношения портятся, обрастают взаимными претензиями и обидами. Муж и жена, они же мама и папа, отдаляются друг от друга, начинают жить параллельными жизнями. Это происходит настолько часто, что начинаешь подозревать, что-то тут не так. Какой-то системный сбой. Есть такая статистика – половина всех разводов приходится на первые три года жизни очередного ребенка. То есть у каждой второй из разводящихся пар есть ребенок младше трех лет. По данным известного исследователя семьи Джона Готтмана, в первый год после рождения малыша 67% жен недовольны отношениями с мужьями. Неудовлетворение мужа обычно возникает позже, как реакция на недовольство жены. Я – жена и мама троих детей. И я семь лет работаю с женщинами, женами и мамами, которые хотят наладить отношения с мужьями. Сотни чудесных женщин, сотни грустных и счастливых историй. Проблемы возникают по объективным причинам. Злодеев нет, никто не плохой. Я очень хочу это подчеркнуть. Мужья – неравнодушные негодяи, жены – неглупые эгоистки. И те, и другие хотят быть хорошими родителями, иметь крепкую семью, жить долго и счастливо. И рушат свои отношения день за днем. Многие ситуации в семьях типичны. Я встречаю их снова и снова. В этой книге я хочу рассказать вам, почему они возникают и как из них выйти. Как опять найти дорогу друг к другу. Или как ее не терять. Эта книга в первую очередь для мам малышей и будущих мам. Еще она будет полезна мамам детей постарше до подросткового возраста. А как же папы? Разве они не должны тоже вкладываться в улучшение отношений? Должны, конечно. Но, увы, очень мало мужчин читают книги про отношения. Это во-первых. Хотя если вы будете читать вместе с мужем, будет очень полезно. Во-вторых, я работаю с женщинами и умею помогать женщинам. Поэтому пишу тоже для женщин. В-третьих, женщине этот эмоциональный труд по изменению отношений дается легче, чем мужчине. Еще со времен пещер, когда мужчины ходили на охоту, а женщины оставались с другими женщинами, детьми и стариками, большую роль в женских задачах играло построение отношений. Поэтому у нас лимбическая система мозга, отвечающая за эмоции и привязанность, крупнее, чем у мужчин. И воспитывают нас по-разному. Девочек спрашивают, почему ты плачешь? А мальчикам говорят, хватит ныть. Женщины часто испытывают противоречивые чувства. С одной стороны, хотят изменить отношения, а с другой – ощущают это как несправедливость. Почему опять я? Ведь это он. Не помогает, не интересуется, обижает. Мне нравится, как это переосмыслила одна участница моего тренинга, Анна. Я поняла, что это действительно правильно. Я лучше умею прислушиваться к чувствам, обращать внимание на оттенки. У меня получается проявлять инициативу в заботе, ласке и так далее. И это все бумерангом возвращается ко мне. Я про это много раз слышала, но никак не могла переступить через себя и начать первой отдавать, наполнять его сосуд. Думала, за что? Чем это он заслужил? Я обижалась, что он не делает шагов первым. А сейчас думаю, да просто тем уже заслужил, что с ним я хочу провести свою жизнь, что с ним мы уже многое пережили и разделили, и многое будет у нас вместе впереди. Таким, как мы это построим, появилось чувство, что мы – каждодневные создатели нашей семьи и жизни. Я сталкиваюсь в работе с теми 67% женщин, которые недовольны отношениями с мужем после рождения детей. Я пишу про них, цитирую их слова. Если вы как раз в счастливых 33%, что-то из описанного покажется вам преувеличением. Прекрасно. Предупрежден, значит, вооружен. Уверена, вы и без меня знаете, и сами можете мне рассказать, что нужно делать, чтобы конфликтов было меньше, а теплых моментов больше. Не критиковать, не ворчать, благодарить, принимать, обнимать и так далее. Но не всегда получается, правда? И не всегда хочется. В этой книге я не буду давать банальных советов. Мы разберемся с вами, почему не получается и как сделать, чтобы и хотелось, и моглось. В книге четыре части. Первая – про женщину. Вторая – про мужчину. Третья – про отношения между ними. Четвертая – про семью как целое. В первой части мы разберемся, что происходит с женщиной после рождения детей. Спойлер. Очень много веселого. Почему ей становится сложно с мужем. Во второй части посмотрим на ситуацию глазами мужчины. Что в это время переживает он? Какие его внутренние процессы делают гармонию в семье труднодостижимой? В третьей части разберемся, как устроены отношения, как сбиваются тонкие настройки, как их восстанавливать. Тут будет много пошаговых рекомендаций. Как просить о помощи, как вести откровенные разговоры, как вернуть тепло и как не ссориться из-за денег. В четвертой части поговорим про наши роли мамы и папы, конфликты вокруг воспитания, отношения в тройке мама-папа-ребенок, влияние старших родственников на семью. Я пишу эти слова ранним утром, пока мои дети еще спят. Меня подняла с кровати мечта помочь тысячам женщин построить любящие отношения с мужьями, сохранить отцов своим детям. Это очень важная моя мечта. Я всей душой хочу вам помочь в этом. Начнем? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...